Приветствую, друзья! Давно не виделись, давно не слышались. Да и я был много занят, но опять возвращаемся к нашему любимому формату. Разговариваем в обычном, простом разговорном жанре. И, конечно же, сегодня мы поговорим о интересных, а главное, непонятных вещах, связанных с H7. Я уже неоднократно рассказывал, что я уже про H7 наговорил столько и рассказал всем, что все, кто меня знают, они уже в H7. Все, кто не в H7, они знают про этот инструмент и знают, почему я его выбираю. Но есть нюансы, когда наша аудитория в каких-то определенных вещах меня пытаются как-то удивить, можно даже так сказать. Может просто из-за незнания, может быть из-за непонимания, как работает инструмент, а может быть просто потому, что они других инструментов не видели и не знают, что такие потери. И сегодня мы будем, как это, не странно, говорить все так же о ваших предпочтениях, о ваших ситуациях и то, что вы пытаетесь мне донести. А я доношу на общую массу. Начнем с самого первого. Самый простой пример. Мне человек говорит, я купил 1000 долларов на бирже, закинул ее на бирже, включил H7, прошел месяц, у меня на бирже показывает 600 долларов. H7 не зарабатывает. А вот у меня есть бот, который я закинул туда, и я смотрю через месяц, и у меня по факту плюс 40 баксов. Чувак, извини, твой бот говно. Давайте разберемся с этим вот непонятным недоразумением. Смотрите, для того, чтобы нам понять эту ситуацию, нам нужно ее разобрать немножко изнутри. Как работает инструмент H7? Я всегда спрашиваю этот вопрос у того, кто мне обычно задает этот вопрос. Понимает ли он или нет? Давайте разберем на примере, вот вы захотели купить доллар за 100 российских рублей. К примеру, доллар стоит 100 рублей, вы купили. Цена пошла ниже, стала 95. Вы, что вы делаете? Еще раз покупаете этот доллар. Но за 95. Цена стала 90, вы еще раз купили доллар. Цена пошла наверх на 95 и на 100. Он продал то, что купил по 90, то, что по 95. Он уже продав, за 90 10 рублей заработал. И 95 продав, потому что сотка опять выравнивается. Он заработал 15 рублей. У вас по итогу доллар, который куплен за 100, самый первый, плюс 15 рублей за то, что цена сходила вниз и вернулась обратно к начальному положению. Вот как работает H7. При падении актива он набирает позиции. При росте он распродает доллары ваши, переводя ваши рубли. Все просто. Теперь, почему такая ситуация у человека сложилась? Он взял, он говорит, ну я пошел, короче, установил H7, запустил себе NotCoin и Doge. Докс этот. Я говорю, а почему ты, когда в банк пошел, ты за рубли покупал, ну не знаю, не доллары и евро, да, а что ты не покупал себе какую-нибудь турецкую лиру, которая на 40% в инфляции, или африканский какой-нибудь еще что-то, либо тайванский бат. Чего ты эти монеты не покупал? Чего ты сразу доллары хочешь покупать? Простой вопрос, простой ответ. Человек сразу заряжает это непосредственно в какой-то шлак, можно так сказать. И после этого, понятное дело, что этот шлак колбасит в моменте, но ему закупило этим шлаком, он сидит на жопе ровно и думает, что что-то пошло не так. А теперь возвращаемся к обратному. Он говорит, у меня есть робот, который зарабатывает вот там бешеная бабка. Я задаю сразу один, только единственный вопрос. Вот я в 26 лет пришел на рынок. Тогда первым было, самым первым, самым начальным таким направлением это бинарные опционы. Кто помнит 24 Options, Option Fair, все вот эти брокеры, да. Мы уже пережили их, пережили Форекс. Я пережил робота Еву, который за буквально сутки сливал, всех слил. И моего личного друга Дениса на 13 кусков зелени. Я пережил роботов криптовалютных. Я пережил робота, никто сейчас не вспомнит, Wall Street, бот. Я пережил на истории множество ботов. Я задаю всегда один вопрос. Этот бот может слить деньги? Это первый. И второй вопрос. Скажи мне, назови мне хотя бы одного бота, который живет уже не год, не два, не три, хотя бы лет пять. Wall Street проработал 7 лет. Который работает без сбоя. Не который, вот я пришел в январе месяце, когда он два года работает, до июля поработал, вышел с этого бота, мне он не понравился, все, жопа. А он в августе лет. Нет, который сейчас работает. И как ни странно, мне еще никто не назвал его. Ну, на крайняк можете написать в комментарии, там, может, обсудим. Смысл в чем? Если бот находится в позиции и имеет возможность слить деньги, а у меня были люди, которые 3-4 года собирали эти 10-15 тысяч, и заходят, и сливаются, вот, они уже не хотят таких ботов. Все, что слышишь про боту, он говорит, иди в жопу, короче. Так вот, H7 не льет позиции. И это вы должны, ну, каждый понять. Второе. Не знаете, как работает инструмент. Ставьте себе эфир биток и сидите на попе ровно. Вам не нужно думать о криптовалютном рынке, либо о чем-то еще. Вы должны четко понимать, что, вот как для меня, H7 это инструмент накопления. Поймите, любые боты, любые компании, куда бы вы не, просто не запихнули свои деньги, ну, так, образно сказать, в любом из случаев, да, если это бот, хоть он даже на вашем торговом счете торгует, если у него есть возможность находиться в позиции, значит, всегда будет какой-то типа нон-фарма, либо что-то еще, либо брокер может просто отпердолить ваши стоп-лоссы, либо сам брокер, как Альпари был замечен, Форекс, робот, взяли, двигают стоп-лоссы. Единственное, где никогда не двинут ни стоп-лоссы, ни тейк-профиты, ни маркетмейкеры не будут играть против вас, да, и единственное, где вы можете в суде доказать, если вдруг что-то пошло не так, и у вас есть прям, ну, даже иногда видео с экрана снимают, да, это фондовый рынок, прямой доступ на фондовый рынок, но там за каждую позицию, неважно, ты только становишься в позицию, у тебя сразу списывается комиссия, в отличие от стандартных таких вот брокеров, которые открыл стоп-лосс, ой, тейк-профит стоп-лосс, открыл ордер, ничего не плачу, по закрытию с меня списалась комиссия, серьезно? Ну, то есть, это я вам просто образно говорю, почему фондовый рынок там, ну, особо так маркетмейкеры не выеживаются, ну, это одно из, второе, алгоритм, хэш-7 работает по алгоритму, купил дешевле, продал дороже, кто-то говорит, Сереж, ну, почему он не работает на форекс-рынке, а вы видели волатильность форекс-рынка, это раз, во-вторых, форекс-рынок очень, ну, как бы, так правильно сказать, он больше подходит, можно сказать, для скальпинга, для торговли и вверх, и вниз, и влево, и вправо, то есть, скажете мне, вот, просто-просто вопрос, вот, крипта мы увидим, что он каждый раз, каждый год, там, каждые 4, ну, в какой-то, от халвинга до халвинга период, 4 или 5 лет, там, да, всегда растет и обновляет свои АТНы, а давайте теперь задайтесь вопросом, как часто какой-либо из активов форекса обновляет свои АТНы, как, где больше волатильность, ну, мы не берем какие-то новостные сезоны, как нонфарм, там, по безработице, да, по форексу, где больше волатильность, на валютном форекс-рынке, именно, давайте, там, и индексы, и золото, и сырье, ну, вот это вот, все, да, на форекс-рынке больше волатильность, или на криптовалютном рынке, то есть, кто-то еще мне говорит, а, крипта это далекая, ты что, странно, а уже Россия принимает платежи из некоторой компании, даже нефтяные, в криптовалюте, ну, ничего так, а уже, кстати, для майнеров легализуют, да, потому что это хорошее, приятный кусок бабок, почему нет, и если кто-то думает, что криптовалюта это что-то далекое, как говорится, либо ты это возглавляешь, и сейчас уже нарабатываешь себе определенный профит, либо ты уходишь из этого, идешь на работу, забываешься про все, но потом не жалуешься, что твоя жизнь кусок говна, да вот честно, давайте так вот, я очень редко выступаю и вообще рассказываю про хэш-7, потому что все, кто хотели, знают, мне уже поступают такие моменты, что, ой, в следующем году хэш-7 закроется, а с чего бы, да, я не спорю, качество, ну, сейчас, хэш-7, намного выше, чем количество, ну, ой, количество, больше, чем качество, объясню почему, из тысячи людей, которые пользуются хэш-7, реально 30% будет дальше им пользоваться, но тысячи сейчас, кто-то с 1000 долларов, кто-то с 5, кто-то с 20 тысячами, а кто-то с 20 долларами зашел в хэш-7, останется 200-300 человек, у которых депозиты будет, ну, 5, 10, 20, 30 тысяч долларов, это люди, понимающие, и, как всегда, я говорю, да, если вы хотите тусоваться с алкашами, тусуйтесь с алкашами, и будете понимать принцип того, что, где купить дешевое бырло и все остальное, а хотите тусоваться с крутыми ребятами, которые не будут вам говорить за 10 или 15 долларов, слушай, когда ты мне там взял, перевел, когда ты мне отдашь, там, либо что-то, это люди более серьезные, более, и ответственность другая у них, ну, короче, это другой пласт населения, так вот, к чему я хочу привести, тот, кто говорит, что хэш-7, там, вот мне не заработал в месяц, там, какую-то определенную сумму денег, да, да, хэш-7 и не должен зарабатывать определенную сумму денег, он может 8 месяцев, 8 месяцев, приносить вам по одному проценту в день, ой, в месяц, да, а за последний месяц сделать 30, может, да, конечно, все зависит от колебаний, второй момент, ну, поставили вы на бирже 100 долларов на биток, биток просел на 12%, он год торговался от 12 до 17%, торговался внизу, и простая смена слов очень классно характеризирует хэш-7, я вот на окончании видео хочу вот именно на этом заострить внимание, смотрите, простая смена слов, один человек говорит, я зарядил 1000 в хэш-7, и по истечении двух месяцев у меня оценивается депозит, к примеру, в 500 долларов, странно, да, плохо, наверное, каждый скажет, а я теперь его же слова передам другим, ну, другим текстом, представляешь, я, когда крипта была 70 тысяч биток, я на 1000 долларов начал закупать крипту, помимо того, что я в хэш-7 получил 80 долларов прибыли, так я еще ее купил, прикинь, не по 70 тысяч, а она у меня сейчас, ну, вот сейчас торгуется на 64, я ее купил по 66, смена слов, у меня была 1000, заработал там пусть 80, 100 долларов давай возьмем, была 1000, 100 долларов заработал, оценивается депозит в 500 баксов, второй расклад, была 1000, зашел в 70, когда биток, и у меня средняя цена на 500 долларов, вот, покупки, 64, вы закупили больше битка, и при этом еще 500 долларов у вас, если цена пойдет ниже, он еще больше вам, и у вас будет цена по 60, закупка, красота, правда? Вот что значит смена слов, смена понятий, как угодно можно называть, и подведя большой жирный плюс, вот хэш-7, да, хэш-7 это инструмент, который ты просто взял, нажал одну, две, три кнопочки, зарегистрировался, закинул деньги на биржу и положил телефон в сторону, пока мы с тобой разговариваем, мой уважаемый пользователь, зритель, хэш-7 работает, сейчас мне не важно, биток 64, 68 или 62, в какую бы он сторону ни пошел, вверх у меня будет идти профит, вниз у меня будет закупать дешевле актив, но мои деньги работают, и я не ставлю месяц, два или три вот этих сложных дедиков, еще на форексе у того брокера зарегайся, а ты зареган перерегайся у того брокера, а вот вышел новый брокер, а почему бы и у Тинькофф инвестиции есть, может он тоже брокер, а давай там, а давай на RoboForex, а давай на Forex4U, ну то есть, я говорю к чему, ребят, ботов много, компаний много, снайпинги, скальпинги, аирдропы, зарабатывать можно на чем угодно, но что дает именно преимущество H7, самое главное преимущество это безопасность, ваши деньги на вашем аккаунте биржи, все они работают, первый момент, второе, вы не получаете 100, 200, 500 процентов в месяц, вы в моменте можете месяц, зайдя на 100 долларов, я говорю, это копилка, вы сидите здесь, цена ходит вот здесь, кто-то, я допустим, беру и опускаю планку ниже, доливаю денег и я знаю, что надежные активы, типа биткоина, эфира и BNB, да, они у меня работают и работают в плюс, качественно, и я уже объяснил, что такое просадка, какая просадка, простой, вот мне говорят, в H7 просадка, я говорю, что такое просадка, он такой, ну было 1000, а стало 600, я ему говорю, серьезно, вот ты сегодня по 100 рублей купил бакс, завтра цена стала 95, ты купил еще бакс, цена стала 80, ты еще купил бакс, цена стала 40, ты в просадке, ну нет, я же не буду продавать, я же по 100 брал первый, больше 100, я на долгосрок был, почему в этом случае у тебя просадки нету, покупаешь за USDT, вот как за рубли покупаешь, крипту, 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 отсюда, ребят, делаем вывод, да, я не спорю, я все чаще раньше на ютубе, в телеграме, везде, сейчас я больше усилий отдаю непосредственно разработке приложения, разработке своего софта с нашей командой, который в ближайшее время уже появится, да, я уже всем рассказал про H7, и мне нужно выходить на новые горизонты, нет, не выходить вот это вот, всем подряд там, ааа, в личку спамить, либо что-то, и нет, не выходить там, тикток ролик и снимать, и может кто-то зайдет или не зайдет, я теперь работаю больше оффлайн, то есть, у меня есть встреча, я показываю человеку, вот, пожалуйста, вот приложение, сделай два действия, зарегистрируйся в H7, зарегистрируйся на криптобирже, закинь деньги, получай прибыль, если видишь рынок проливается вниз, докинь еще денег, и чтобы подобрать крипту ниже, не хочешь, не доливайся, какие вопросы, не создавай стратегии, не соответствующие твоему депозиту, то есть, биток взял, поставил на 50 позиций, да, а у него нету 500 долларов, а он поставил такую сетку на 30 долларов, ну, а потом говорит, а почему я сетку на 50 поставил, а почему оно ниже не берет, ну, есть вещи такие, которые требуют индивидуального подхода, и я, наверное, скажу в заключение следующее, H7 это инструмент для тех, кто уже побывал в инвестпроектах, побывал и почувствовал, что такое боты, зарабатывая 3, 2, 4 года, слить это все в один прекрасный день, вот таким вот, минус 700 тысяч баксов, привет, Амеркапитал, первый момент, второй момент, минус 13 косарей, Денис, тебе привет, поздравляю, бот Ева, лучший выбор был твой, я в него не зашел, минус криптовалютный снайпинг, бот, то есть, я говорю за то, что это инструмент, который уже все вот наелись, и поверьте мне, инфляция сейчас даже, ну, я беру, вот я и Беларусь, в Россию смотрю, в России инфляция 18%, кредиты потребительские до 40%, на авто до 30%, ваши деньги, даже если вы берете где-то, ну, почти все живут в кредит, ну, большинство моих знакомых, все живут в кредит, и если вы не делаете 20% в год, не зарабатываете на своих деньгах, вы становитесь беднее, у вас зарплата сегодня, там, 1000 долларов, через год, за ту же тысячу сейчас, вы купите продуктов, но уже на 1200 нужно будет, та же корзинка, которую вы закупаете, так вот, вам выбирать, в банк ложить, ну, я вряд ли думаю, что кто-то здесь еще живет мечтой и закидывает деньги в банк под российские, ну, рубли, то есть без права снятия, либо что-то, конечно, все в долларах, в евро, ну, депозиты делают, ну, для того, чтобы, по крайней мере, привязаться к более-менее стабильному курсу, а не как на Мосбирже нарисовали, какой угодно, ну, сейчас вообще там бред, да, то есть смысл в чем, вы беднеете каждый год на 20%, но вы живете мечтой, что завтра вы заработаете в миг, вот так вот, щелкнув пальцами, сколько? 100%? Вы говорите, ну, мне, ребята, о том, что, Сереж, посмотри, там, кто-то заработал 26 тысяч процентов, кто-то заработал 5000 процентов, кто-то 40 иксов сделал, а вы в курсе, что каждый день, ну, мне один грамотный человек сказал, честно, не проверял эту информацию, но склонен верить, что ежедневно выпускается до 20 тысяч токенов, ежеблин, дневно, вы думаете, что вы будете в том месте, в то время, в твиттере, когда кто-то напишет, когда вы не будете пользоваться стадными инстинктами, купите монетку, дождетесь ее, а она одна из 20 тысяч, которая там первое время лежала над ней и потом резко вскочила, если вы мечтаете о том, что мегаблогер вам расскажет о том, что эта монета самая крутая, не понимая, что инфлюенсерам платят этими же монетами, и они заинтересованы, как и маркетмейкеры, заинтересованы брить все, что не попадет, и если, допустим, какой-то крутой блогер запускает, или запускает свой, ладно, свой токен еще понимаем, но когда чужой токен он рекламирует, ему награду будет насыпать в этих токенах, запомнили, а следовательно, он будет заинтересован процентов 50, если не 70, скинуть сразу, чтобы зафиксировать максимальный профит, маркетмейкер будет заинтересован во многих палках колеса на, ну, цекс-платформах, на цекс-биржах. На декс-биржах находятся те, кто прямо вклиниваются в транзакции, и вы живете мечтой, что мегабот, который сейчас приносит вот колоссальную прибыль, сделает вас счастливым? Продолжайте в это верить. Я возьму попкорн, как сказал один хороший человек, и буду наблюдать. Я выбрал для себя инструмент, который требует от меня час времени в месяц и дает мне доходность от 5 и выше. Сколько зарабатывать будете вы, если у вас какие-то проблемы, вы не понимаете, как работает инструмент? Мои контакты открыты. Я знаю, что 20-30 процентов останется в хэш-7 в следующем году. Все остальные отвалятся. Они походят. Надо обязательно сходить, просрать деньги, еще куда-то сходить, еще раз просрать деньги, потом понять, что все, что зарабатывал за 5 лет, ты просрал за 2 года, и потом взять инструмент, который не сольет тебе деньги. Вот что я пытаюсь донести людям. Кто понимает, у меня человек, наверное, 50. Из 700 моей аудитории 50 это понимают. Все, кто не понимает, печаль, вам привет, и встретимся в следующем году, как говорится, когда вы уже поумнеете, когда вы потеряете деньги, когда вы поймете, что такое 100% годовых, когда вам не будет за что жить, когда мегаблогеры, инфлюенсеры, все, что вокруг вас окружает, вам уже вот так вот поперек горла станет, когда вы натапаетесь в хомяка, во все остальное, вот хомяк, листинг, листинг, ожидаем, ожидаем листинг, вот эти вот все, вот когда вот это пройдете, потом, когда у вас будут заопроблены множество приложений, когда у вас внутренних кошельков Телеграма поворуют деньги, когда вот это вот все должно пройти, и потом вы такие, так, 3 действия, регистрация в приложении, регистрация на бирже, запуск стратегии, все, вот когда вот это все пройдете, приходите, будем разговаривать. Всех обнял? Хорошо, выходных, как говорится, ну, и приятной недели, приятной рабочей недели для многих. Для кого? Ну, свободный график, это, наверное, все то, чего я хотел в этой жизни. Я его получу. Всем peace.